Всем привет, ребят, меня зовут Света, её зовут Ева, и сегодня мы будем вместе, ну, во всяком случае, надеюсь, что она будет появляться в кадре, да, сегодня мы будем вместе снимать видео обо всём, не знаю, у меня такое настроение, что хочется вам всё рассказать, всё показать, ответить на какие-то ваши вопросы, которые вы часто мне задаёте, в общем, чтобы видео было таким динамичным, и, в общем, поехали! Наконец-то я дошла до того, что у меня появилась селфи-палка, теперь могу вот так вот ходить и фоткать себя, да, да, сейчас я сфоткаю себя. Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Да, если кто-то заметил, что у меня какое-то грязное, странное лицо, то отчасти вы правы, потому что я на днях забегала в магазин Элизе, и там увидела автозагар Сент-Морис и подумала, эх, надо его опять купить и опять им намазаться, и он прикольный, даёт очень надолго такой тёмный, насыщенный цвет, но первый день всегда после него ходишь, как будто бы ты вылез из трубы, вот, где топят, как это называется, как будто бы ты турбочист. И в Элизе я ещё зацепила себе две вот таких вот палетки, изначально я хотела купить только нюдс, но девушка, почему-то консультант, мне сказала, попробуйте палетку Pupa Art, она называется, там цвета поинтереснее. Перед тем, как уже идти на кассу, я не удержалась и всё-таки взяла ещё помимо Pupa Art Maybelline Nudes. Вот так вот они выглядят, вот эту палетку я взяла более такую розовенькую, хотя у Pupa Art есть миллион вариаций палеток, то есть можно более золотую купить, более серебряную, какие-то синие цвета, серые. Я взяла вот именно розовую палитру и Maybelline Nudes палетка, мне показалось, если честно, не знаю, может быть потому, что она так разрекламирована, да, но мне показалось, что она более прикольная именно по цветовой гамме, хотя и это ничем не хуже. Ну, я взяла её хобби, не знаю, зачем мне столько теней. Ещё я хочу поделиться с вами уже более полным мнением о вот такой четвёрке теней от Clorans, я её недавно относительно купила, и да, вроде бы это и люкс, и тени далеко не дешёвые, но, если честно, цветопередача оставляет желать лучшего. Они так сами по себе приятные, нет никакого у меня от них раздражения, они не осыпаются, но, действительно, пигментация практически нулевая. Сначала мне даже это нравилось, я думала, ой, я типа не буду там косячить, и не будет мой глаз похож на какой-то синяк, как будто меня вот так двинули, да, но всё-таки хочется чего-то более яркого иногда, и с этими тенями невозможно ничего такого получить. Ещё хочу рассказать вам про маникюр, вы так часто спрашиваете меня про лаки, про мои шилаки, и про курсы маникюра, которые я прошла, и просите у меня совет, как выбрать курсы маникюра, я сейчас постараюсь как-то быстренько на всё это ответить. Курсы маникюра сейчас абсолютно несложно найти, и все они, мне кажется, более-менее, да, неплохие. Единственное, когда вы придёте записываться, узнаете, какая у вас будет практика, и как много будет практики, потому что бывает, что есть куча теорий и очень мало практики, и это абсолютно не годится, вы точно так же можете и по интернету, например, научиться тогда делать маникюр. И у практики есть тоже один определённый нюанс. Вот когда я училась в своей школе, где меня обучали вот этому маникюрному мастерству, то всех моделей, на которых я тренировалась, школа сама искала, и у меня в день было просто огромное количество людей, прям целый поток, я на них тренировалась, тренировалась, тренировалась. А есть школы, которые говорят, да, практика будет, но ищите модели для маникюра сами. Просто вот представьте, где найти столько человек. Люди днём там работают, по выходным отдыхают. Никто не хочет идти на маникюр, там, чтобы вы мучили человека, там, резали ему пальцы, может быть, поначалу, как-то криво косо красили. Но если вы хотите просто гель-лак делать дома для себя, то, честно скажу, курсы не обязательно. Вы можете просто в интернете посмотреть технологию, и всё будет вам понятно. Конечно же, у вас должна быть лампа для сушки гель-лаков, также у вас должна быть база для гель-лака, топ для гель-лака, сам цветной гель-лак. Я рекомендую также не упускать вам момент такой, как обезжириватель и средство для снятия липкого слоя. Я в последний раз взяла себе не Синди, как обычно я брала, а вот такой от Соломея я решила попробовать, потому что здесь два в одном. Это и обезжириватель, и средство для снятия липкого слоя, то есть вот таким средством, например, можно сэкономить. В последний раз я решила просто обновить полностью все свои гель-лаки, потому что они уже практически все за полтора-два даже года повысыхали, пользоваться ими стало сложно, и я взяла себе новенькие. Я попробовала бренд новый Соломея, я постоянно меняю бренд, и в этот раз именно на Соломея становилась. Естественно, я взяла базу, естественно, я взяла топ, и могу дать вам такой совет относительно любой базы, любого топа, неважно какого бренда, никогда не держите их рядом с лампой, под которой вы сушите свои накатки, и никогда не держите их под открытым солнечным светом, потому что они как-то застывают, и кисточка становится просто каменной. Два вот таких пастельных, это розовенький и зелененький, и два вот таких более осенних. Вот этот синий в три слоя дает эффект реально космоса на ногтях, я даже такого никогда не видела. А вот этот сливовый цвет, один из моих самых любимых, он всегда у меня в палитре присутствует, и с ним я делала уже пару раз, очень простой, но интересный маникюр, просто в три слоя покрывала ноготок этим гель-лаком, и тоненькую-тоненькую такую полосочку из блесток делала на кончике. В итоге получалось такое подобие френча, но за счет того, что на конце блестки, то это смотрится как-то более так весело, более прикольно, более ярко, и с другой стороны блестки сохраняют стойкость маникюра, потому что блестки очень сложно удаляются с ногтей, и даже если вдруг что-то с кончика склупнется, то за счет блесток этого не видно. От тебя могу сказать, что эти гель-лаки мне понравились тем, что они бюджетные, естественно, и еще тем, что они очень долго сохраняют такой блеск на ногтях, потому что некоторые гель-лаки уже через несколько дней становятся какими-то тусклыми, а с этими нет такой проблемы, и это просто супер. Также некоторые девочки интересовались, что вот это у меня за лак на ногтях, такой более нюдовый, я уж не знаю, как вы там разглядели, это бренд Mavala, он швейцарский, и это вот такая малюсочка, 272 номер, оттенок бегония. Я обожаю этот лак, потому что он идеально наносится, очень легко с ним работать, он достаточно быстро сохнет. Еще супер-пупер новость, мне прислали две коробочки New Beauty Box. Ребята, что со мной было, когда я их получила, вы себе даже не представляете. Все те, кто говорят, что эти коробочки фуфло, потому что туда кладут просто пробники, и за цену этой коробочки можно купить там одно полноразмерное средство, я не понимаю таких девочек. Настолько меня захватывает это ощущение, когда я открываю эту коробочку, настолько это поднимает настроение, что ни один полноразмерный продукт, купленный мной лично в магазине, не сравнится с получением вот этих миниатюр. Конечно, может показаться, что ничего не произошло, но на самом деле у меня села камера, и пока она заряжалась, мы успели с Евой погулять. Так что рассказываю дальше. Можно было выбрать какую-то коробочку, одну из двух, либо с люксовыми, такими миниатюрами, либо с полноразмерными средствами, но масс-маркет. Я выбрала как раз полноразмерные средства, сейчас покажу, что же там было. Во-первых, вот такие трафареты для бровей от Диваж, когда я их получила, я просто прыгала от счастья, потому что если бы я знала, что есть эти трафареты у бренда Диваж, я бы сто лет назад их купила, в общем, там такие штучки, много, да, их разных, и вы выбираете одну, которая вам нравится, так прикладываете к бровке, потом другой стороной, и просто заштриховываете. Также в полноразмерной коробочке мне попалась вот такая мицеллярная вода от Диадемин, она мне понравилась тем, что она абсолютно не раздражает слизистую глаз, то есть можно чуть ли не капать туда. Также в этой коробочке мне попалось два вот таких шампуня от Schwarzkopf Essence Ultime от Клауди Шиферт, это серия, я уже говорила, что эти средства мне не очень нравятся тем, что они настолько питательные, что волосы очень быстро ожирнятся, и приходится их мыть каждый день. Но с другой стороны, я подумала, Коля, сейчас у меня смывка, и волосы просто все втягивают в себя, им просто сейчас необходима влага, питание, увлажнение, я даже обрадовалась, что мне попались эти шампуни. Также я очень обрадовалась, что там была вот такая тушь от Faberlic, сейчас даже покажу, как она внутри выглядит, это просто произведение искусства, мало того, у нее такой приятный маленький чехольчик черненький, так еще внутри она вот так выглядит, такая резная упаковка, я ей пользовалась только один раз пока что, и реснички от нее получаются очень-таки естественные, и знаете, как пушистые, то есть разделенные в разные стороны. Еще в этой коробочке было абсолютно новое для меня средство, вот такое, это очищающая плитка, это необычное мыло от фирмы SebaMed, внутри выглядит вот так вот, да, очень похоже на мыло, но называется вообще и лозунг типа такой мыло без мыла, потому что здесь нет никаких таких агрессивных веществ, и чуть ли не полностью натуральная эта плитка, и очень деликатно очищает и тело, и лицо, и я сейчас, например, использую ее для снятия макияжа, то есть как умывалку. Так как я великий блогер в Сия Руси, ну ладно, на самом деле не в Сия Руси, а... ладно, вы поняли, да, мне еще прислали бонусом вот такую коробочку, чтобы я, наверное, посмотрела, что себя представляет коробочка с люксовыми миниатюрами. Двое вот таких духов в люксовой коробочке попались, одни это Dolce, Dolce & Gabbana, и вторые это Flower Bomb, и это не совсем такие малюськи, да, как я сказала, а прямо духи с пшикалкой, то есть можно достаточно долго пользоваться. Также в таком маленьком пакетике была прям совсем малюська, настолько очаровательна, вот такой бальзам для губ от Clorans, который увеличивает губы визуально и делает их более пухлыми. Наконец-то я попробую марку Villeda, потому что мне попался вот такой гель для душа с цитрусом, обалденный запах, да, вот этот аромат супер классный, он супер бодрящий, и мне кажется, грех просто им не пользоваться. Также мне досталась вот такая подводка от Benefit The Real, которая называется, такая вот крошечка, но на самом деле внутри все вот это у нее основание такое, как у полноразмерного карандаша, просто сама ручка чуть короче. Еще вот такой тюбик с восстанавливающей маской с маслом органы, я сейчас все просто, что с маслом органы очень сильно люблю использовать на свои волосы, это бренд Кера Органик, и я знаю, что эти маски очень дорогие и очень хорошие, и у меня мама пользуется какой-то маской из этой линейки, ей очень нравится, я почему-то никогда даже не думала попробовать у нее эту маску, но теперь у меня есть такая возможность. Такая вот миниатюра геля увлажняющего от Биодерм, кстати, для нормальной комбинированной кожи, как у меня как раз, и тоже я возьму ее с собой в поездку, эту миниатюрку буду там использовать, посмотрим, как вообще моя кожа на нее отреагирует, я думаю, что неплохо, потому что я вообще люблю все средства, которые в форме именно геля идут. Попалась куча всяких пробников, некоторые я использовала, некоторые опять же возьму с собой в поездку, и даже мне попалось приглашение на диагностику кожи, и после этой диагностики мне еще также могут бесплатно подарить крем, не знаю, попаду ли я на это мероприятие или нет, но все равно, мне кажется, очень приятно. Ева у меня совсем тут засопела, заснула, и, наверное, я сняться сны, не буду ее требушить сейчас, и расскажу вам про костюмчик, который я на днях купила, я делала пост в инстаграме о том, что иду вот покупать Еве зимний комбинезон, потому что очень сильно в Москве похолодало, даже не то, чтобы температура упала, а был жуткий, жуткий ветер, и люди там уже переоделись в шубы, в дубленки, я там в шапки хожу, в пяти колготках, поэтому я решила как-то Еву тоже утеплить. Я объехала всю Москву, и ничего толком не нашла, мне надо было прямо вот срочно купить, потом я пробовала в интернет-магазинах заказать, и я заказала еще один комбинезон, он до сих пор мне не пришел, я не знаю, когда вообще он придет, и просто я нашла вот такой вот комбинезончик розовый, не совсем он удачный, в том плане, что у него застежки на груди, и то, что он унисекс, то есть он и мальчикам, и девочкам подходит, и из-за этого на животе такая большая дырка, чтобы все мужское хозяйство, если что, помещалось, и из-за этого я считаю, что, во-первых, девочкам в таком комбинезоне холоднее, и, во-вторых, пузико пачкается, если влажная какая-то погода или грязь на улице. Ева у меня уже совсем засыпает, но я все равно по традиции я взяла с вами попрощаться, и прежде чем я это сделаю, хочу спросить у вас, хотели бы вы видеть видео, в котором я покажу, что из косметики я обычно с собой беру в поездки, какой-то свой такой минимум, да, потому что на днях я еду в Саратов, так как у меня 13 октября день рождения, я хочу увидеться с близкими, и, естественно, я буду собирать кое-какой свой чемоданчик, и в том числе чемоданчик с косметикой. Мне, в принципе, хочется снять такое видео, но не знаю, насколько вам охота его смотреть, так что дайте мне знать. И да, теперь уже точно все, спасибо, что досмотрели до конца, помните, что я вас очень сильно люблю, и до встречи в следующем видео.